По улице только с фонариком. Жители города и области жалуются на темные дороги. С наступлением осенью ходить особенно страшно. Что на это отвечают власти? Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давеча». Меня зовут Елена Чехомова. Здравствуйте. Пожар начался поздно вечером. В Кирове сгорела пилорама на улице Блюхера. Очевидцы сообщили, спасатели целый час боролись с огнем. Что удалось спасти? На театральной площади весь день собирали кровь кировчан. Там прошла масштабная донорская акция. Сколько человек приняли в ней участие? Туристический сезон закрыт, как и проект «Пешеходная Спаская». Выходные кировчане по этому случаю провели большой праздник. Как это было? В Кирово-Чепецке прошел очередной этап спорта киады трудящихся. На этот раз спортсмены соревновались в легкой атлетике. Кто оказался самым быстрым? Вышка уже накоренилась, но ее удалось спасти. Поздно вечером в Кирове на улице Блюхера произошел пожар. Сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 22.40. Горели два здания пилорамы. На крыше одного из них была размещена вышка сотовой связи. Пока пожарные боролись с огнем, была угроза обрушения установки, сообщили очевидцы ЧП. Как стало известно, пожар на площади 920 квадратных метров удалось локализовать только через час, в 23.45. По официальным данным пострадавших нет. Проводится проверка. Вынуждены ходить по проезжей части, вдоль которой нет ни одного фонаря. Жители улицы Поселковой, это в Бахте, обратились к нам в редакцию за помощью. Они говорят, в поселке появились фонари, но не везде. Светлее стали улицы Черемуховая, Клеверная и Поселковая. Она, кстати, одна из центральных. На ней частично есть освещение, но когда люди сворачивают к домам, тоже по Поселковой, света там уже нет. В администрации города на обращение жителей отвечают. Освещение появится в следующем году. А пока люди ходят в темноте, по проезжей части тротуаров нет. В любой момент может появиться машина. Местные жители переживают за безопасность своих детей. Считается, что Поселковая освещена, как бы мы относимся к Поселковой, вот и все. Видимо, одни отписочки. Дети с фонариками на голове, мы с телефонами. В 6.30 это уже все, как бы темно, ничего не видно. А дети возвращаются. Кто с тренировки, вот у меня старше, у меня трое детей, старший сын ездит на автобусе. Возвращаются с тренировки. Приходится идти по основной поселковой, как бы вот где освещено, и потом сворачивать к нам. Но тут тоже опасно ходить, потому что тут тротуаров нет. Проблему уличного освещения обсуждали в эфире программы «Главный ЗАН» на нашем телеканале. Глава администрации города Вячеслав Семаков пояснил, что на всех улицах, где нет освещения, оно появится в следующем году. Речь о пригородных территориях, которые относятся к Кирову. Работа идет глобально, и могу сказать, что в этом году мы работали в том числе и в Ленгасово, и в Захарищево, и там деревню Полевщина, Кудино. Большой объем сделали в Навятском районе, в Дороничах, в Бахте и так далее. Поэтому вот все улицы, где у нас отсутствует освещение, все-таки мы в течение одного-двух лет эти работы выполним. На отсутствие света на улицах жалуются и жители области. Две деревни в Котельническом районе уже семь лет пытаются добиться освещения. Люди куда только не обращались. Речь о деревнях Веснины и Пузыренки. Местные жители уверяют, там никогда не было освещения. А из одной деревни в другую они ходят через лес. В двух населенных пунктах живут 80 человек. Они обращались в сельскую администрацию. Там ответили, что деревня относится к Котельничу. Потом выяснилось, все-таки к Котельническому району. Жители собрали подписи с просьбой организовать освещение в деревнях. Обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве обязали поселковую администрацию установить фонари и включить их. И это произошло. Фонари в деревнях появились, но света как не было, так и нет. Администрация сельского совета нам сказала, что деньги выделены, но у нас нет ни главы администрации, чтобы подписать вот эти все документы. И бухгалтера нет, чтобы выдавать и как там эти деньги, и делать подписи. И вот это уже сколько? 28 августа поставили фонари, а подключений так и нет. Не отчитался о доходах, лишился места в Думе. Прокуроры Нагорского района выяснили, депутат Кобринской сельской думы не отчитался о том, сколько заработал и какое имущество приобрел. Такой отчет он должен был предоставить по требованиям антикоррупционного законодательства. Требования прокуратуры признаны обоснованными. Решением большинства депутатов, полномочия депутата, который допустил нарушение антикоррупционного законодательства, досрочно прекращены. Туристический сезон в Кирове официально закрыт. В субботу на Пешеходной Спаской прошли финальные мероприятия сезона. С детьми занимались аниматоры, все желающие могли принять участие в викторине. Нужно было быстро и правильно собрать пазл в виде карты Кировской области. На прогулочной территории открылись ярмарки под открытым небом. Свои изделия предлагали вятские мастера. Вместе с туристическим сезоном закрылся сам проект Пешеходная Спаская. С мая все лето и до конца сентября участок от Ленина до Володарского по выходным и праздничным дням закрывали для движения транспорта. Здесь прошли десятки фестивалей и других мероприятий. Десятки кировчан присоединились ко всероссийской акции в поддержку донорского движения. Она проходит по всей стране и завершится 10 ноября на Международном форуме «Россия». 1 октября на Театральной площади все желающие могли сдать кровь и вступить в федеральный регистр доноров костного мозга. В нем сейчас 205 тысяч человек. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется 5000 россиян, из которых 900 – это дети. Во всех регионах страны в честь Всероссийского дня донора проходят массовые мероприятия, флешмобы, выступления артистов, известных спортсменов и творческих коллективов. Цель – привлечь молодых, активных и здоровых людей к донорству по всей стране. В Кирове в рамках акции прошел забег амбассадора донорства костного мозга Артема Елискерова, который победил Лейкос. После этого был организован автопробег на красных автомобилях от торгового центра на Московской 112 до Театральной площади. Завершился марафон концертной программой. И цель этого марафона – объединить усилия всей страны для развития всех видов донорства крови, компонентов и, в частности, наша задача нашего института – это развитие донорства костного мозга. Скорость, выносливость и командный дух. В выходные в Кирове прошел второй этап спорта Киады трудовых коллективов региона. Напомню, мероприятие стартовало 16 сентября. Тогда команды соревновались в плавании. На этот раз легкая атлетика. Как проходили забеги и кто финишировал первым – подробности в следующем сюжете. Они трудятся на разных предприятиях, но сегодня энергетиков, машиностроителей и химиков объединил спорт. Артем Беседин работает на Кирово-Чепецком заводе компании «Уралхим». 12 лет занимается боксом. Спорт – неотъемлемая часть жизни, признается мужчина. В трудовом графике всегда находит время для тренировок. В Спартакеаде участвует и ради команды, и ради сына. У меня растет маленький ребенок. Хочу показать личным примером, что нужно заниматься любыми видами спорта. То есть футбол, бокс, легкая атлетика, любой вид спорта. Смешанная эстафета – лишь первая часть соревнований. Кроме командного забега, спортсмены из восьми коллективов боролись за победу и в личном зачете. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в один километр, мужчинам – два километра. И даже если часть команды уже финишировала, никто не расслабляется. Поддержать своих коллег важно как никогда. Быстрее! Победа! 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 Безусловно, каждый стремится к победе. Однако «Спартакеада» – это не только борьба за кубки и медали. Мероприятие объединяет трудящихся, дает возможность для общения и личного роста. Как признаются сами спортсмены, такие соревнования показывают положительный пример для коллективов других предприятий. С этим согласны и организаторы «Спартакеады». Сегодняшний старт положит такое хорошее, бодрое начало «Спартакеаде». И мы очень надеемся на то, что с каждым стартом у нас коллективов трудовых, которые примут участие в данных видах соревнований, будет становиться все больше и больше. По итогам легкоатлетического этапа в общекомандном зачете победу одержал коллектив «Киров Энерго». Второе место заняли сотрудники завода «Авитек», а замкнули тройку лидеров – работники Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим». Впереди другие этапы спортивного марафона. Это соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и другим дисциплинам. «Спартакеада» продлится до апреля следующего года. Александр Бушмакин, Александр Нестеров. Бюро новостей. Давич. «Авитек».